коллеги добрый день очень рад вас видеть спасибо большое организаторам теплица всем партнерам которые сегодня делают такое замечательное действие то что есть возможность вместе поработать над разработкой технических решений помогающих улучшить качество жизни людей с ограниченной возможностью здоровья это действительно крайне важно для нас это в принципе смысл нашей деятельности тоже чем чем мы занимаемся постоянно одно из ключевых направлений то чего все о чем сегодня так понимаю у нас идет речь и чему посвящены эти два дня это разработка так называемых ассистивных технологий ассистивные технологии они это технологии которые направлены на решение проблем людей с ограниченной возможностью здоровья не только речь идет о людях с инвалидностью речь идет о пожилых временно утративших какие-то функции здоровья и так далее и так далее если говорить глобально две то есть как раз важности роли стены технологии отражены в конвенции о правах инвалидов которую россия ратифицировала и которую развивается во всем мире ее положение применяется большинством цивилизованных стран и в целом как и определяет это всемирная организация здравоохранения стены технологии это комплекс как технических решений так программного обеспечения именно наделяющего человека дополнительными функциями и компенсирующую утрату тех или иных функций соответственно очень важно на наш взгляд всегда при планировании каких своих проектов при планировании в разработке решений все и не сталкиваться от того какую проблему мы решаем поэтому то есть вот недавно минтрут выпустил новое разъяснение и вот вот таким образом классифицируется виды дисфункции которые есть у людей основной вид нарушений деятельности человека и безусловно каждая из дисфункции обладает своими там свойствами качествами и соответственно приводит к определенным нарушениям и соответственно это можно рассматривать по-разному можно рассматривать как действительно тяжелую ситуацию мы все должны значит просто там таким людям помогать но наше вот видение в том что это можно рассматривать как на дополнительные возможности вызовы и рынки для молодых талантливых разработчиков компаний технологических айти компаний потому что по сути дела знаете вот есть такой замечательный человек билл трейтон основателя шоке это вот человек который один за полагетов социального предпринимательства он сказал время фразу о том что социальный предприниматель отличается от предпринимателя в первую очередь тем что там где все остальные видят только проблему социальный предприниматель видит рынок видит возможности для себя и я считаю что нет ничего не то что зазорного это абсолютно правильно смотреть на проблемы такие как на возможности развивать свой проект свой бизнес в этой сфере и быть в том числе устойчивым и помогать людям меня коллеги попросили рассказать про ряд решений как российских так и международных соответственно пойдем как раз по дисфункциям вот сегодня говорилось о том что если там российский синтезатор речи действительно то есть когда мы говорим про языковые речевые дисфункции понимаем что там один из ключевых одно из ключевых решений которые сейчас существуют это синтезаторы речи много почти всем наверное известно историю стивена хокинга и о там супер гипер коляски которые там intel для него разработала и в том числе синтезаторы речи который встроен уникально в эту коляску на самом деле россии здесь совсем не отстает она очень занимает существенные серьезные и с позиции в мире есть такая российская компания как центр речевых технологий может быть кто-то слышал да да это одна из ведущих айти компаний российских и уже больше 20 лет и как раз недавно несколько там но пару лет назад робот оснащенный программным обеспечением от этой компании читал диктант во время одного из экзаменов в санкт-петербурге и синтез речи был настолько потрясающе что никто не распознал что говорит робот то есть это ну то есть робот уже научился не только повторять речи но научился повторять собственно говоря стилистику повторять интонации и так далее так далее то есть действительно технологии находится уже на очень высоком уровне и у нас здесь есть свои звезды и еще раз говорю это тот же самый проект центр речевых технологий отвечая на вопрос дэнис конечно это пока еще не сверх доступные технологии это технологии которые зарабатываются в основном для крупных компаний потому что очень часто мы с вами не знаем о том что мы разговариваем с роботом мы звоним в колл-центры различных сотовых операторов и в двух точно с нами разговаривает робот вот и мы с ним разговариваем нормально это искусственный интеллект чат-бот плюс синтез речи вот пример того как технологии уже сегодня входит нашу жизнь такого рода технологии но и конечно помощь данных технологиях является для людей с конечной возможности здоровья крайне значимы еще одним направлением является все-таки не только синтез речи но и распознание речи потому что мы понимаем что почти у всех очень у большого количества людей с ограниченной возможности здоровья есть дисфункции по речи и соответственно чтобы управлять вычислительной техникой либо просто общаться зачастую нужно правильно распознавать и это вопрос над которым сейчас бьется много компаний давайте пойдем дальше наверно один из самых таких ярких примеров статодинамические дисфункции мы очень часто как раз когда говорим про людей с ограниченной возможности мы представляем себя и либо человека в инвалидном кресле коляски либо человека с протезом то есть ну то есть вот такой очень распространенная хотя не самая большая по количеству целевой аудитории группа но просто это очень ярко наглядно видно решение могут быть совершенно разные а из и там те же самые технологические протезы приборы бытового использования вот как система basic тоит то есть по сути дела это робот который кормит вас если нет нет возможности держать ложку в руке то есть это там дополнительная рука роботизированная это если говорить про международные проекты но есть и российские звезды вот есть проект кейтервилл я там очень рад про него рассказать потому что там проект наш резидент они пришли к нам еще в такой гаражные разработки они только вот в прямом смысле в гараже собирали свою первую коляску и сейчас вот можно будет на следующей неделе на них в москве посмотреть мы привозим на выставку на в днх будет московский международный салон образования это коляска уникальна помимо того что у нее есть электропривод подъезжая к собственно говоря препятствия кто же сама лестнице она может перейти на переходит на гусеничный привод и сама по себе сама заезжает без посторонней помощи по лестнице по пролетам небольшие габариты поэтому я позволяет в том числе в малогабаритных домах такие как рущевки спокойно самостоятельно передвигаться для сравнения да безусловно если я скажу что там ее цена порядка 400 тысяч это покажется что это очень дорого любой иностранный аналог который уступает в том числе по техническим характеристикам сейчас в россии начинается от миллиона двухсот ну то есть вот просто от разницы соответственно при этом естественно там предусмотрена все система безопасности система гироскопов обеспечивает стабилизацию пассажира и поэтому пользуется такой коляской безопасно при этом сейчас вышла первая серийная партия то есть соответственно уже на заводе новосибирске это оборонный завод швабооборонная защита выпущен вот подвинуться на минпрому соответственно первая партия таких колясок еще один пример робот удаленного телеприсутствия веба тоже то чем уже сейчас люди пользуются это робот удаленного телеприсутствия он решает большое количество на самом деле задач в частности одна из задач которую решает такой робот это возможность удаленного посещения как учебных мероприятий так и выставок конференции всего остального вот коллеги мои там по центру не дадут соврать у нас многие ребята на колясках участвует наших региональных мероприятиях любых других мероприятиях через этого робота спокойно подключается за пять минут учиться им пользоваться это очень просто открываешь браузер и через пять минут ты можешь спокойно управлять роботом ты видишь что что происходит ты слышишь то что происходит тебя видит тебя слышит на самом деле ну я не буду сейчас вдаваться в подробности у робота много всего внутри он это не просто как говорят некоторые вот говорят айпад на колесиках там искусственный интеллект внутри тот же самый чат-бот который позволяет много чего делать и зон применения сейчас то что уже сегодняшний день детишки в школах учатся через этого робота и им очень комфортно и у нас потрясающие отзывы про этот проект от детишек по причине того что это позволяет им все равно в том числе общаться со своими одноклассниками они могут выехать к доске точно также ответить и так далее так далее сейчас то куда проект развивается и то что в ближайшее время произойдет у нас уже есть мы помогли как ребятам сконтактироваться там в том числе с правительством москвы устанавливать таких роботов больших торговых центрах в отделениях банков и соответственно дает возможность дистанционного трудоустройства консультантами для бизнеса это оптимизация расходов потому что можно вывести колл-центр в отдельную историю и один тоже человек в зависимости от того когда нужно может подключаться к разным роботам то есть это экономит ресурсы компании и дает возможность трудоустроиться это вот уже сейчас тоже происходит безусловно есть большое количество решений в области там смягчение проблем внутреннего внешнего уродства это тоже соответственно своего рода либо роботизированные помощники бытовые вот один из таких простых примеров которые на самом деле крайне востребован в мире вот мы вот очень часто с этим сталкиваемся простые приборы которые помогают например одеваться помогают выдавить там необходимое количество пасты для для незрячих людей понять что горячая вода или холодная в стакане на насколько стакан наполнен потому что на данном чаще всего это происходит просто там пальцем потрогать это и горячо и просто ну как бы не 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 неправильно и таких решений очень много во всем мире есть чисто эти решения это система управления персональными там компьютерами смартфонами и всем остальным путем либо отслеживание движения глаз на самом деле вот такие вот приставки которые сейчас тоже активно продаются они стоят достаточно дорого несмотря на то что технологически это понятно уже как все дело здесь там сверх ноу-хау нету технологии айтрекинга они известны но это как крайне востребованные технологии и сейчас в основном конечно это закупает медицинские учреждения потому что целевая аудитория это не только люди с отсутствующими конечностями которые не могут пользоваться техникой но это и парализованы это люди пережившие инсульты прикованной кровати и так далее так далее то есть очень много людей потерявших временно эту функцию здоровья является целевой аудитории таких проектов если говорить про когнитивные психологические дисфункции почему я сюда опять выставили робот телеприсутствия потому что сами детишки говорят о том что они себя чувствуют там им проще пипи сначала начинать коммуницировать с новой аудитории вот через вот это вот окно вы браузера это вот но это не не я придумал это говорят вот сами детишки о том что для них это тоже на первом этапе снятия каких-то психологических барьеров и возможность коммуницировать спокойно причем детишки действительно другие здоровые детишки крайне живо реагирует на этого робота с ним спокойно общаются то есть не воспринимает его как вот просто машину говорят как с человеком тоже было для нас и так удивительно на это посмотреть еще один проект тоже как раз резидент программы по неперпланшет для пожилых по сути дела здесь сделано самое главное но самое главное решение которое предложили коллеги они поменяли архитектуру операционной системы с учетом как раз когнитивных особенностей пожилых то есть они ушли глубоко в геронтологию поняли почему современные интерфейсы достаточно сложно для восприятия пожилых и я думаю что поднимите руки кто не сталкивался с проблемой того чтобы бабушек дедушек матерей научить пользоваться смартфонами не сталкивались вот вот собственно я вот я в какого аудитории не спрашиваю максимум одна две руки из общего зала но потому что действительно это правда проблема и вот я по себе знаю я человек очень спокойный терпеливый и меня вот иногда не хватает вот иногда начиная уже там прям так заводится вот и конечно такие решения они крайне важны при этом система софт учитывает физиологические особости видит например тремора рук соответственно под на он под настраивается под конкретного пользователя и соответственно система уже распознает те там движения ваши погрешность в том что при наборе клавиатуры да хорошо соответственно сенсорная дисфункция это в первую очередь слух это в первую очередь зрение это здесь примеры решения они многим из вас я уверен известны это слуховой аппарат это вот мы видим прекрасный сурдоперевод соответственно сейчас том числе развивается сервисе удаленного сурдоперевода развивается технологии живых субтитров как раз это когда идет распознание речи и речь уже переводится лектор сразу переводит в субтитры это крайне важно для образовательного процесса есть технологии живых субтитров google glass тоже достаточно интересная история когда просто у тебя субтитры перед глазами в режиме дополненной реальности проходит и брали клавиатура кто-нибудь сталкивался таким вот решением да соответственно это позволяет слепым и слепо глухим людям получить доступ к интернету получить доступ к компьютеру для них это крайне важно например просто представьте что слепо глухой человек он никак кроме тактильно не может общаться для него это единственный вообще способ там зачастую коммуницирование с широким кругом людей при этом достаточно дорогостоящей технологии требуется новые решения для того чтобы их удешевлять например такая бральская клавиатура стоит порядка 300 400 тысяч просто вот ну чтобы вы понимали что порядок цен соответственно теперь коротко про в целом рынок в целом рынок ассистивных технологий в россии сейчас оценивается порядка 60 миллиардов рублей при этом официальная статистика по потребности она в два в три раза занижена чем ну просто не посчитан на реальный спрос при этом вот ваши шансы ребят 6 процентов продукции на российском рынке только россии но только нашего производства 94 импорт соответственно там разные есть оценки но вот это близко к реальности и соответственно вы просто понимаете что с ценой на валюту сейчас государство не может зачастую исполнять свои обязательства очень дорого закупать импортное отказываться от этой статьи расходов государство тоже не может потому что это та статья которую нельзя убирать при этом открывается перед вами большое количество рыночных возможностей помимо государственных закупок потому что я уже сказал ратифицированная конвенция принято специализированное профильное законодательство в исполнении этих норм конвенции и соответственно сейчас все общественные учреждения учреждения торговли и так далее так далее должны быть адаптированы их услуги должны быть доступны для инвалидов всех на залоге для вас ребята это рынок внедрение своих решений и безусловно просто надо понимать что рынок он даже просто физически растет количество по данному опять же то же самое всемирное за здравоохранение количество инвалидов каждый год увеличивается это но собственно говоря ваш ваши возможности опять же структура рынка вот сейчас 80 процентов это государственные закупки 20 это частный сектор вот для сравнения прогноз по рынку сша вот и как вы можете обратить что наибольший потенциал роста на этот по данным импромторга наибольший потенциал роста сегмента именно вот технические решения получения слуху и зрению потому что мы на имени здесь представлены в этом ключе но есть на серьезные наработки двадцатом году россия планирует сократить собственно говоря долю импортной продукции увеличить долю российской это опять же статистика минпромторга и и соответственно планируется увеличение непосредственно рынка государственных закупок это тоже ваши возможности это вот 1 3 миллиарда это пятнадцатом году государство только по нескольким месяц просто из-за отсутствия времени буду расшифровывать что это за программа могу рассказать потом кулуарно потратила 1 3 миллиарда в шестнадцатом году прогноз на 37 миллиарда это субсидии это гранты это поддержка вот таких проектов по системным технологиям по революционной индустрии вот и соответственно прогнозы которые вот сейчас ставится на 17-18 год вы видите то есть поддержка достаточно существенная что что мы можем сделать помимо хакатона чем мы можем помочь запустили сейчас программу акселерации надеюсь что и хапы теплицы будут вместе мы пока не предварительно вроде бы договорились мы совместно центры технологии возможности фонд соединения мы запустили вот такую программу разработали специализированные образовательные инструменты собственно точно также планируем проведения хакатонов профильных по тематике решение проблем слепых и глухих людей с помощью технологий что можем дать можем дать колоссальный нетворкинг сейчас двух словах скажу можем помочь частично финансово у нас есть инструмент стипендий это по сути дела призы за ваши хорошие проекты и мы можем профинансировать часть работ научных руководителей ваших если они у вас есть есть возможность профинансировать неокры и есть возможность и продвинуть свою продукцию и от тестировать ее на фокус-группах тоже мы готовы там помогать и брать на себя в том числе кастын по этой истории расходы и конечно и с оборудованием с компонентами и тот нетворкинг о котором я говорил это экспертный совет программы почти почти все организации института развития все организации в структуры которые существуют в россии они входят в экспертный совет мы пошли пошли принципом что не должен проект такой важный который решает такую социально значимую задачу бегать бивать пороги мы всех приводим в одно место вы приходите рассказывайте всем сразу в состав но вы можете на сайте посмотреть входят на уровне профильных директоров департаментов заместителя министра и но топ-менеджер вот этих компаний институтов и фондов то есть люди принимающие решения соответственно вы можете получить и какой-то ответ комментарий по развитию своего проекта но и сразу принять решение о том интересно если кому-то вас поддерживать они будут это делать мы будем помогать это отслеживать и развивать поэтому если в рамках сегодняшнего мероприятия что-то родится какие такие решения волком в акселерацию мы будем стараться вам помочь еще раз спасибо большое организаторам и вам то что вы пришли ну вот если есть какие-то вопросы и регламент позволяет он наверное готов ответить